Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 ноября. Страдания святых мучеников Виктора и Стефаниды. Царствование римского императора Антонина. Антонин – это римский император, более известный под именем Марка Аврелия, философа. Царствовал с 161 по 180 год. Под начальством воевода Севастьяна служил один воин, родом из Италии, называвшийся Виктором. Сей Виктор веровал в Господа нашего Иисуса Христа и открыто перед всеми исповедовал Его Всесвятое Имя. Когда в то время было воздвигнуто гонение на христиан, то воевода призвал к себе блаженного Виктора и сказал ему, «К нам пришел царский указ, повелевающий принуждать вас, христиан, к жертвоприношению нашим богам, а не повинующихся предавать тяжким мучениям. Поэтому, Итей Виктор, принеси жертву богам, дабы не подвергнуться мучениям и не погубить своей души». Но святой Виктор отвечал воеводе, «Я не послушаю безбожного повеления смертного царя и не исполню его воли, ибо я раб бессмертного царя Бога и спасителя моего Иисуса Христа, царство которого бесконечно, и исполняющий волю которого будут жить вечной жизнью. А вашего смертного царя и царство временно, и исполняющие его нечестивую волю, погибнут вовеки». На этого его досказал Виктору, «Ты воин нашего царя, исполни его повеление и принеси жертву». «Нет», — отвечал Виктор, «Я теперь уже воин не вашего земного царя, но небесного. Если же я и был временно воином под властью вашего царя, то я все-таки не переставал служить моему царю, и теперь не оставлю его, и вашим идолам не принесу жертвы. «Делай со мной, что пожелаешь, мое тело в твоих руках, и ты имеешь над ним власть. Над душой уже моею имеет власть только один Бог мой». Тогда воевода стал уговаривать Виктора. «Ты сам, — говорил он, — устраиваешь себе бедствие, не исполняя царского повеления. Советую тебе принести жертву богам, чтобы избавиться от мучений, которые ожидают тебя. Я того и желаю, — отвечал в твердости святой Виктор, — чтобы претерпеть мучения за моего Господа и сильно радуясь, чтобы со сподобностью страдать за его имя». Тогда воевода тотчас приказал ломать ему пальцы и вывернуть их из суставов. Потом мучитель повелел сильно разжечь печь и бросить у нее святого Виктора. В каковой печь мученик пробыл три дня и остался живым и невредимым, подобно тому, как и три отрока в печь вавилонской. А мучитель, не ожидая, что святой Виктор останется живым, повелел на третий день отварить печь, взять из нее в прах мученика и высыпать ее в реку. Но когда отварили печь, святой вышел оттуда невредимым, прославляя Бога за то, что огонь не коснулся его и не повредил ему. Видя свою неудачу, воевода призвал одного чародея и приказал ему умертвить святого Виктора отравой. Чародей сварил мясо со смертоносным ядом и дал есть святому. Святой сказал, — «Хотя мне не подобает брать от вас нечистое мясо и есть, однако я съем его, дабы вы уразумели, что ваш смертоносный яд ничего не может сделать против силы жизнодавца Господа моего». Затем, помолившись, мученик съел отравленное мясо и нисколько не пострадал. Чародей, видя, что святой остался невредимым от съеденной отравы, приготовил другое мясо с сильнейшим ядом и сказал святому, — «Если ты съешь это мясо и останешься жив, то я оставлю все свое волшебство и чародейство и уверую в твоего Бога». Святой Виктор, и это мясо, отравленное сильнейшим ядом, съел, но остался невредимым. Тогда чародей громким голосом воскликнул, — «Ты победил силу моего волшебства, Виктор, и мою душу, уже давно погибшую, избавил от ада, ибо я уверовал в проповедуемого тобою Господа Иисуса Христа». После этого чародей пошел в свой дом и, собрав все свои волшебные книги и все волшебные талисманы, сжег их и сделался истинным христианином. Воевода, видя, что ничто не может повредить святому, пришел в сильную ярость и приказал вытягивать из тела мученика жилы, после чего повелел бросить мученика в кипящее масло. А святой в это время говорил, — «Мне так же приятно это кипящее масло, как жаждущему холодная вода». Такая твердость святого Виктора привела мучителя в еще большую ярость, и он повелел повесить святого на дереве и опалять его тело свечами. А чтобы еще больше увеличить тяжесть мучений, смешали прах с уксусом и вливали эту смесь в густа мученика. Но он говорил, — «Уксус сей и смертоносный яд вас, для меня все равно, что мед и медовые соты». Тогда мучитель, приходя все в большую и большую ярость, повелел выколоть Христову мученику глаза. После этого, повесив святого вниз головой, воины ушли и оставили его висеть в таком положении в течение трех дней. Четвертый же день, думая, что мученик уже умер, воины пришли посмотреть на него и, найдя его живым, удивились. От этого они пришли в ужас и ослепли, и каждый из них начал искать себе проводника. Святой милосердовал о них, усердно помолился Богу и сказал им, «Во имя Господа моего Иисуса Христа прозрите». И они точно прозрели, и, придя к воеводе, рассказали ему бывшее. Но воевода еще сильнее разгневался и повелел воинам содрать кожу со святого Виктора. Когда это нечестивое повеление приводили в исполнение, то одна женщина по имени Стефанида, пришедшая посмотреть на мучения святого, христианка по вере, супруга одного из воинов, увидала два прекрасных венца, спускающихся с неба. Один из этих венцов спускался на голову святого мученика Виктора, а другой на ее голову. Увидев это, Стефанида начала громким голосом прославлять мученика. «Блажен ты, Виктор, и блаженны твои страдания за Христа, благоприятна твоя жертва, как жертва Авеля, ибо ты праведным сердцем принес ему самого себя. Бог также принял тебя, как некогда праведного еноха, коего он взял с этой земли в рай, дабы он не вкусил и временной смерти. Ты праведен, как но исполненный благих дел, и самые святые из народа своего. Ты уверовал, как Авраам принес тебя в жертву Богу, как Исаак претерпел труды, и как Иаков премудр ты, как Иосиф, коему было дано провидеть будущее. Искушение претерпел ты, как Иев, который после многих страданий победил дьявола и показал пример терпения. Ты подобен Исаии, который был по приказанию царя монастей перепилен пилою. Тебя не коснулся огонь, как в новуходоносоровой печи трех отроков. Ты возложил свою надежду на Бога, как Давид, сын Иисея. Вот, я вижу два венца, неспосанные с неба, один больший и прекраснейший, другой меньший. Больше приносится тебе, двенадцатью ангелами, меньший мне, ибо и я, хотя и немощный сосуд, готова принять подвиг мученичества и мужественно пострадать за имя Господа нашего и положить за Него свою душу. Услыхав эти слова Стефаниды, воевода повелел воинам взять ее и привезти к себе. Гордо посмотрев на нее, он спросил, Ты кто? Я христианка, ответила святая. Потом воевода спросил ее об имени и о летах, и узнав, что имя ей Стефанида, что ей пятнадцать лет и восемь месяцев от роду, и что она замужем год и четыре месяца, начал скротостью говорить ей, Затем ты так скоро хочешь покинуть этот прекрасный мир, хорошую жизнь и замужество, и желаешь погубить свою молодую жизнь, добровольно отдавая себя на смерть за распятого. Святая на это, отвечала мучителю, Я оставляю временный и суетный этот мир и все земные плотские желания моего смертного мужа, дабы пойти вместе с мудрыми девами навстречу нетленному и бессмертному жениху, Христу, Спасителю моему. Воевода сказал ей, Не говори таких бессмысленных и бесполезных слов о твоем Боге, Обратись к нашим Богам и принеси им жертву. Но святая Стефанида с твердостью отвечала, Ты и твои боги исполнены лжи, Я же говорю истину, Ибо мой Господь истинный, И в нем нет неправды. Не принесу жертвы ложным богам, Но хочу быть приятной жертвой Истинному живущему на небе Богу, Дабы не лишить уготованного мне венца в его царстве. Тогда мучитель повелел Наклонить к земле вершины двух находящихся там финиковых пальм И привязать к ним святую, чтобы разорвать ее. Одну ее ногу привязали к вершине одной наклоненной финиковой пальмы, А другую к другой, и отпустили их. Пальму, поднявшись в высоту, Разорвали мученицу надвое. Святая же мученица, душа ее, Как бы птица, вылетевшая из разорванной сети, Нашла себе гнездо на небе в уготованном ей венце. После сего и святого Виктора воевода Повелел усекнуть мечом. Услыхав о всем повелении, Святой Виктор возблагодарил Бога. Перед тем, как хотели ему оттечь голову, Он предсказал о смерти своих мучителей, говоря, «Через двенадцать дней вы умрете, А воевода ваш через двадцать четыре дня Будет взят в плен неприятелями». Предсказав сие, святой помолился И преклонив свою главу на усечение. И отсечена была мечом честная глава святого мученика. По усечению главы святого Виктора Из тела его вытекло молоко с кровью. И многие из неверующих, видя такое чудо, Уверовали во Христа. На Ипатии же уверовали многие, Когда увидели исполнение пророчества мученика, Ибо, как он предсказал, так и сбылось. Мучившие погибли внезапно, А воевода был взят в плен неприятелями. Святой Виктор и святая мученица Стефанида Пострадали одиннадцатого ноября в городе Дамаске. А ныне они водворились в том граде, Таковой не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, Чтобы светить ему, Ибо слава Божия просвещает его, И агнец Божий светильник его. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, Будете регулярно получать с нашего канала.